В жизни, наверное, каждого молодого родителя рано или поздно ставят вопрос о том, как помочь своему ребенку при запоре, а именно, как выполнить очистительную клизму. И действительно, при выполнении этой манипуляции необходимо учитывать некоторые технические особенности, которые нужно знать. Итак, в домашних условиях очистительная клизма ребенку делается вот таким баллончиком, самый маленький размер, спринцовка, который имеет именно резиновый наконечник. Перед тем, как использовать баллончик, необходимо его прикипятить в течение 10-15 минут. Выполняется клизма либо с использованием обычной кипяченой воды, либо физраствором, который можно купить в аптеке. Температура жидкости должна быть 22-24 градуса, то есть комнатная температура. Если вода будет слишком теплой, больше 22 градусов, то в этом случае она может сосаться в кишечнике. Если вода будет меньше 22 градусов, то в этом случае она будет холодная и она может вызвать спазм кишечника. И в том и в другом случае вы не добьетесь результата от проводимой процедуры. Необходимо взять баллончик чистый, заполнить его полностью жидкостью и смазать кончик баллончика вазелиновым маслом. Перед тем, как ввести баллончик в кишечник ребенку, необходимо немного сжать баллончик для того, чтобы оказалась жидкость. Для чего нужно это делать? Дело в том, что когда вы заполняете баллончик водой, то может получиться такая ситуация, что вода не полностью заполняет баллончик и в нем остается воздух. И в случае, если вы вводите жидкость в кишечник ребенку, то вы введете и воздух, чего не нужно делать. Итак, перед тем, как ввести баллончик в кишечник, ребенку необходимо его сжать, чтобы удалить излишки воздуха. Показалась вода и вводим в кишечник ребенку. Ребенок при этом должен располагаться либо на левом боку, либо на спине. Ноги ребенка обязательно должны быть приведены к животику, каленке. И мы вводим баллончик в кишечник ребенку, вставляя где-то кончик на 3-5 см. Воду при этом вводим очень аккуратно, медленно. Резкое введение жидкости может вызвать спазм кишечника. Ввели полный весь объем жидкости и необходимо удалить баллончик, не разжимая его. Если вы разожмете баллончик, когда он находится еще в кишечнике у ребенка, то это засосет не просто содержимое кишечника в баллончик, но дело в том, что может кончик баллончика присосаться к стенке кишечника и вызвать его повреждения. Итак, полностью, когда выжали всю жидкость в кишечник ребенку, не разжимая баллончик, его удаляем и необходимо зажать ягодицы ребенка на некоторое время, для того, чтобы размягчить каловые массы. Сколько вводить в жидкость зависит от массы ребенка. Рассчитывается это по формуле масса ребенка в килограммах умноженная на 10, то есть 10 мл на килограмм. Предположим, что масса ребенка 5,5 кг умножаем на 10, получаем 55 мл. А это два таких баллончика. После того, как вы ввели полный объем жидкости ребенку, необходимо ему сделать массаж животика. Для этого мягкими поглаживающими движениями делаем массаж живота по часовой стрелке вокруг пупка. Далее поглаживающие движения сверху вниз по животику и с боков поглаживающие движения по бокам живота. Всего хорошего! Субтитры создавал DimaTorzok